На фоне боевых действий президент Украины Петр Порошенко объявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО, куда ее, правда, пока не зовут, и даже отложили переговоры по вопросам системы ПРО. Впрочем, у Порошенко, похоже, свои особые отношения с реальностью. Так он назвал себя главным сторонником отмены антироссийских санкций и тут же призвал их сохранить. Если даже глава государства мыслит подобными парадоксами, стоит ли удивляться тому, что ими наполнена вся политическая жизнь Украины? О самых свежих примерах из Киева Алексей Петров. Президенту Порошенко, похоже, спешно конструирует новый имидж. На фоне военной авантюры на Юго-Востоке первое лицо Украины в интервью немецкому изданию Berliner Morgenpost делает любопытное заявление. Знаете ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет. Санкции работают. Россия платит высокую цену за свою агрессию. Видно, что уровень жизни падает. Российская валюта теряет ценность. Наибольшая страна, которая страдает от антироссийских санкций, это является Украина. Мы сейчас меньше продаем в Российскую Федерацию на 15 миллиардов долларов. Это очень значительная сумма, особенно учитывая то, как, в общем-то, выпрашивается один миллиард кредитов МВФ. Но украинская экономика сейчас на втором плане. Так и не получив безвизовый режим с Евросоюзом, Порошенко анонсирует референдум о вступлении страны в НАТО. Как президент я руководствуюсь мнением своего народа. Я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют «за», я приложу все силы, чтобы добиться членства в Североатлантическом альянсе. Порошенко не может не понимать. Такой референдум — это значит окончательно отколоть Донбасс вместо реинтеграции региона. При этом влиятельная The Wall Street Journal уже успела огорчить президента Украины. Альянс, кажется, отложил переговоры с Киевом по вопросу использования системы противоракетной обороны НАТО в Европе. Из-за возможной реакции со стороны Москвы. Когда-то на здании Министерства иностранных дел Украины висело огромное полотнище — флаг Евросоюза. Но теперь время мечтать кажется в прошлом. Украинская власть явно нервничает. На фоне изменения мировой политической конъюнктуры меняется и тональность в отношении Киева. Президент Порошенко рассчитывает на успехи дипломатии. Но министру Клинкену всё сложнее убеждать мир в правоте Майдана. В новых условиях Майдан делает ставку на национализм и русофобию. Это занятие в одной из школ Краматорска — урок патриотизма. Слава Украине! Горое слава! Слава Настя! Смять Урана! Учитель в милитаре объясняет, почему русские — человеконенавистническая общность, а Россия обречена на вымирание. В конце урока — вопросы. А что вы делаете, что я русская? У меня мама, папа русские. А вы говорите, что русские дети — алкаши, алкаши, алкаши. Кочешь быть русский? Берегите, отреките от русскости. Со стороны Министерства образования никаких претензий. Алексей Петров, Максим Колесников, Леонид Борисов и Андрей Потапов. Вести. Украина.